В тесной комнате общежития на Невского 51 ютятся пять человек. Инвалид третьей группы Дмитрий Тарасов, его супруга и три дочери. Одной 8 лет, другой 4 года, третий всего 7 месяцев. Разумеется, удобство на этаже. Впрочем, обшарпанные санузлы, в которые страшно заходить, удобствами назвать можно только с большой натяжкой. Или убогие санитарные комнаты, заставленные стиральными машинами, обильно заросшие грибком и плесенью. Те еще удобства. А теперь мы покажем вам санитарную зону на первом этаже общаги. Слабонервных просим отойти от экранов. Прошу нашу санитарную зону. Ну, это, естественно, вход такой. Добро пожаловать в Адрес. Да, да, да. Можно сказать и так. Сейчас, конечно, я не знаю, уже снетесь вы или нет. Но те, кто будет это смотреть, я думаю, будут в шоке. Вот в таком помещении мы молимся. Представляете себе? Вот как здесь детей мыть? Маленьких. В таком помещении. Вы молите тут детей? Да, а где нам мыть еще детей? Ну, это все можно назвать, то, что происходит душевой, одним словом, разруха. Да. Ак. Полнейший. Ак. Жилищно-коммунальный адок. В очереди на улучшение жилищных условий Дмитрий числится 7270-м. Пока дойдет до дела, его дети уже вырастут, а, возможно, и внуки. Есть и другие варианты решения проблемы с жильем. Однако ни на один из них семья Тарасовых претендовать не может. Куда ни кинь, всюду клин. Семейная ипотека нам не проходит в связи с тем, что мы малоимущие. То есть у нас прожиточный минимум составляет 11 тысяч, там, с копейками на человека. А у нас общий доход, общий, то есть я, жена, моя пенсия составляет 35 тысяч. Это на пятерых человек. Мне в любом случае откажут. Дмитрий обратился за субсидией на улучшение жилищных условий. По закону на эту меру государственной поддержки могут претендовать все многодетные семьи. Но оказалось, что не все российские законы действуют в Карельской столице. Отговорка стара как мир. Денег на субсидии у города нет. Кто мне ответили? Мы многодетным семьям не даем субсидий. Мы выделяем только земельные участки. И все. Дали участок на Куковке-3, где нет ни дорог, ни электричества. То есть там ничего нет. Как людям строить себе дома, неизвестно. Мы в ступоре уже просто. Мы уже дальше не знаем, что делать. Вроде выбрали нового главу парфетчиков. Так, я не знаю, помогайте как-то людям, старайтесь. Почему вот так вот происходит? Почему мы многодетные семьи должны вот таким способом чего-то добиваться? Если граждане отказываются платить налоги, отговорка денег нет не покатит. Государство придет и заберет свое. Но если государство отказывается от своих обязательств, ссылаясь на бедность, спорить здесь, как правило, бесполезно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!